За 10 дней увидеть то, что не входит в обычный турпакет, своими глазами созерцать сотни памятников культуры и архитектуры. Путь туристов, историков и краеведов лежал через Турецкую, Каппадокию, Стамбул, Азербайджанский, Баку и Шеки. Все эти страны находятся на территории Великого Шелкового Пути. По такому маршруту еще никто не путешествовал. Тур очень тяжелый. Я вчера один день, просто пользуясь тем, что в Чемкенте, пошел и с семьей провел. Вот тех, кто с начала тура, уже не так много и осталось. Каждый день с 8 утра до 9 вечера люди на ногах. С целью увидеть как можно больше. Нас возили во внутреннюю Турцию, куда не так много туристов ездят. В основном это исторические памятники разного рода. То же самое в Азербайджане. А Казахстан вообще мало раскрученная в туристическом отношении страна. Будем говорить прямо. Первопроходцами, которые на себе опробуют новый маршрут, стали журналисты, историки, педагоги, блогеры разных стран. В том числе США, Великобритании, Франции, Турции, Германии. Еще вчера они наслаждались национальным колоритом и историческими памятниками от Рара и Туркестана. Именно эти города и плюс Шемкент, Алматы и Тарас планируется закрепить в туристическом маршруте. Путешественник из Германии Мартин Леджнун все еще под впечатлением. Я вдохновлен увиденным. Меня покорил древний Туркестан своей архитектурой и памятниками. В городище от Рар я словно перенесся в прошлое. Очарован я и необычной природой. А еще запомнились верблюды. У нас в Германии увидеть такое животное – большая редкость. Задумка превратить современный шелковый путь в туристическую зону принадлежит Совету тюркоязычных стран. Организаторы говорят, что окончательный маршрут будет готов после того, как путешествие закончится. Сегодня они отправились в Тарас, следующая страна пребывания – Кыргызстан. Тур завершится 25 мая. После этого первым делом появится сайт. У туристов будет возможность выбрать и адаптировать его под себя. Обещают, что цены на билеты будут доступными.